МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько я знаю, вы проходили срочную службу в армии, когда вас и ваших сослуживцев отправили ликвидировать последствия на Чернобыльской АЭС. От вас армейское руководство скрывало причины, масштабы, последствия этой аварии? В принципе, не скрывало, а последствия и причины сами не знали в тот момент. Если меня направили 28 мая 1986 года, то многие еще не знали, какие будут последствия и что дальше будет. Многие не знали. Задача была поставлена ликвидировать аварию, дальше построить объект укрытия и запустить энергоблоки. Поэтому пока других задач не было. Как было самочувствие солдат на тот период времени? Во-первых, мне 19 лет было. В принципе, лето, жарко было. Ну, какие-то ощущения были, лежания или там першения. Ну, это мы особо и... Ну, были молодые, не так чувствовали. Ну, замеры делали радиационные? У нас был свой дозиметр ДП-5, но мы этим делали замеры, и все. То есть персональных накопителей у нас не было, а вот был ДП-5. Ну, какие цифры показывал счетчик? Сейчас я не помню, но да, были превышения допустимы. Ну, что превышение. То есть мы на это уже не обращали. Задача была поставлена, и мы выполняли. Ну, и ждали замены. Когда вопрос указался, что вот мы проработали два месяца, предложили поменять нас, все отказались. Ну, во-первых, тут обстановка другая была, часть есть часть. Тут больше свободы было, кормили хорошо, мы свое дело знали. Поэтому всех нас это устраивало. Поэтому все ребята отказались, никто не уехал в свои части. И дальше продолжили выполнять задания. А спустя годы вы поддерживаете отношения со своими армейскими товарищами? Ну, иногда вот созваниваясь или там в социальных сетях смотрим. В принципе... Как они себя чувствуют? Все ли живы, здоровы? Ну, часть уже нет живых, часть группы инвалидности получили. К сожалению, служба все равно дала последствия. Ну, одно дело срочная служба в армии, другое, когда отправляют, призывают специалистов гражданских. Кто из Удмуртии был призван ликвидировать последствия в Чернобыле? Ну, вот, раз мы сейчас рассмотрим их, были призваны специалисты различных категорий. Это и врачи, это и учителя, рабочие, специалисты других предприятий, колхозники. То есть, призывали всех специальностей людей. Потому что для ликвидации необходимо было огромнейшее количество людских ресурсов. Поэтому призывали всех. Ну, а как проходило? Это все-таки в добровольном порядке? Ну, в первую очередь, вот, если мы рассматриваем Удмуртскую республику, то более 95% участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС это граждане, люди, призванные через военные комиссариаты. То есть, приходили работники военного комиссариата, предоставляли повестку, да, и повестки, как и, наверное, во время войны, да, указано было, чтобы они в определенное время явились на призывной пункт. А дальше уже их направляли, основном, скажем, в Судмурте направлялись Чебаркуль, Златоуст, так как мы в то время находились в Уральском военном округе, и туда направлялись. А дальше уже составляли команды, колонны, и уже поездным или самолетам отправляли уже непосредственно на ликвидацию аварии. То есть, отказаться было нельзя? Нет, нет. А как? А кто должен? То есть, и даже вот мы по стечению, вот мы разговариваем, обсуждаем, да, и я практически ни у кого ни разу не слышал, чтобы кто-то отказался, искал какие-то пути, что не поеду. Ну, я знаю то, что призывали, прежде всего, мужчин, у которых были уже дети, с той целью, что предполагалось, что после возвращения нежелательно было заводить детей. То есть, такие предположения были уже? Да-да-да, ну, все знают, была Хиросима, нас, были институты, изучали, поэтому, конечно, это одним из главных условий было, чтобы человек не моложе, там, 33 лет, и не менее двух детей уже было. Это и соблюдалось. И возрастной это было, вот, основном, мужчины были, там, 30-40 лет, ну, были и 50-летние, их мало было, но вот, основном, направлялись мужчины среднего возраста. Ну, немногие знают, что среди ликвидаторов были и женщины. Как они себя чувствуют, те, кто уезжал из Удмуртии, бывав в Чернобыльской зоне и после такой рискованной работы? Ну, вот в городе Ижевск у нас не много, много женщин, это в городе Глазове. В городе Глазов у нас сладится тем, что там находятся предприятия Министерства среднеморожного настроения или Росатома, соответственно, и рабочих служащих данного предприятия, и тех предприятий, которые обслуживали данный завод, направляли уже командировки, то есть не через военный комиссариат, а командировки, как специалисты. Соответственно, там были и женщины, работали поварами, их ведь надо было кормить, кормить надо было и в той зоне, где они диссоциировались, кормить надо было и само на территории Чернобыльской АЭС, потому что куда-то возить – это тоже время. Поэтому много было поваров, ну и другие специальности были, медицинские работники в том числе были. Ну, ликвидация – это такая же работа, там кого только не было, каких только специальностей не было, поэтому и женщины наравне с мужчинами также были востребованы для ликвидации. Ну, вы с ними поддерживаете отношения? Да. Я имею в виду женщин из Глазова? Да, конечно, конечно, часть у них являются активистами Глазовского отделения, судя Чернобыль, пытаются решать вопросы, не только личные, но и общественные, поэтому с ними обязательно поддерживаем отношения. Семен Петрович, как считаете, почему так происходит, что чернобыльцам приходится зачастую доказывать свои права, права на положенные льготы государством? Как у нас в республике ситуация в этом плане? Очень многое зависит от активной позиции самих участников. Чем активнее, тем больше они знают о своих правах. Да, и пользуются гарантиями, которые установлены в законах. То есть проблема такая, что многие не знали и не знают о своих правах, не обращаются. Многие нормы носят, они заявительный характер. Если человек не обращался, соответственно, не получал. Ну, вроде бы, я не знаю, закон есть, 30 лет уже прошло с тех пор. За эти годы, мне кажется, и в СМИ эта тема регулярно возникает. Вот у нас, если я, вот, про доклад, ощущения были, же они, или там, совершения, ну, это, мысль был принят в 91-м году. Были внесены более 100 поправок, больше 100 поправок. Больше 20 раз предметом рассмотрения было конституционное суда данного закона. Плену Верховного Суда несколько раз рассматривал данный вопрос. Многочисленные обращения были. С чем это связано? С тем, что закон постоянно, вот, на протяжении его уже, постоянно вносились изменения. В итоге, кто успел во время действия данного закона какие-то льготы получить, эти льготы сохранились. Кто, скажем, получил или обратился уже в порядке действия уже изменений, изменений уже, льготы уже другие получают. В итоге, одни получают одни льготы, другие получают другие льготы. И это действительно большая проблема. И конституционный суд уже неоднократно указывал, что вред, полученный при одних и тех же обстоятельствах, должно возмещаться одинаково. Но, к сожалению, на практике этого нет. И это большая проблема для участников ликвидации. Почему? Потому что вместе были, да, а льготы, к сожалению, разные получают. Или та же установление инвалидности. Порядок установления инвалидности до 99-го года был иной. То есть любая группа инвалидности, да, она автоматически связывалась с воздействием радиации. После 99-го года государство определило уже специализированное учреждение, которое устанавливает уже связь. То есть надо уже направлять туда документы, и уже они, исходя из этих документов, принимают решение. Они же человека не видят, они принимают решение на основании тех медицинских документов, которые прислали. К сожалению, в Удмутской республике нет специалистов в радиационной медицине, и, соответственно, даже при подготовке документов, подготовкой документов занимаются врачи общей практики. В итоге, кто до 99-го года группу получил, они у них у всех связь. А государство определило порядок или объем возмещения вреда, исходя из тяжести понесенного, ну, вреда здоровью. Соответственно, инвалиды больше всего, они пострадали, соответственно, льготы выше. А участник, который не инвалид, меньше. Поэтому опять получается, что кто во время успел, у них льготы повыше, кто не успел, соответственно, льготы поменьше. И это тоже такая проблема. Ну и чиновники не всегда могут оперативно тоже среагировать на изменения законодательства. Да, потому что на местах и тоже люди, люди меняются. Закон считается достаточно сложным, непонятным. И на местах они, ну, даже в настоящее время такие вопросы возникают. И мы даже, скажем, в рамках плана мероприятий по проведению и подготовке, посвящен 30-й годовщине, пункт ввели провести учебу специалистами территориальных органов социальной защиты Удмуртской республики для того, чтобы разъяснить все эти нюансы. И, естественно, наша организация будет в том числе участвовать в этих мероприятиях разъяснять. Мы считаем, что у нашей организации огромнейший опыт в части вот этого закона. Мы являемся достаточно коллекционными экспертами данного направления и готовы всегда, ну и оказываем помощь, подсказываем, всем специалистам, которые к нам обращаются. Ну вот как раз вы уже сказали, что недавно в Ужевске проходила межрегиональная конференция чернобыльцев-ликвидаторов. Были представлены многие регионы, наши соседи, по Уралу, при Волжью. Понятно, что проблемы у всех одни и те же. Пути решения, возможно, разные. Какие-то были приняты новые идеи, решения на этом форуме? Да, резолюция, то есть у любой конференции есть резолюция. Резолюция была принята, и там как раз указали, что необходимо обратиться, в первую очередь, в Государственную Думу по внесению изменений в сам закон о социальной защите граждан, подвергся воздействию радиации, эффекта катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это касается санатурно-курортного лечения, лекарственного обеспечения. Я считаю, что это очень важное направление, потому что больше всего участники пострадали, не пострадало здоровье, так? И задача, чтобы поддержать здоровье и лечиться. Но, к сожалению, когда в 2005 году 122 закон внес изменения, в том числе и данный закон, и норму, гарантирующую санатурно-курортное лечение, убрали с Чернобыльского закона, в том числе и норму, гарантирующую лекарственное обеспечение. То есть в настоящее время в Чернобыльском законе вот эти нормы, гарантирующие, отсутствуют. Соответственно, санатурно-курортное лечение получают только в рамках набора социальных услуг. То есть раньше четко была гарантия, что он имеет ежегодно санатурно-курортное лечение, сейчас такого нет. Если бы Государственная Дума приняла бы те поправки, чернобыльский закон, и восстановила бы гарантии по санатурно-курортному лечению, то, я думаю, что возможность санатурно-курортного лечения существенно изменилась бы. Семен Петрович, я благодарю Вас за Ваше экспертное мнение. Желаю Вам лично и всем чернобыльцам здоровья и, конечно же, внимания как со стороны государства, так и простого человеческого. Спасибо. Телезрители, я также благодарю Вас за внимание. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова